Доброго вам времени суток, уважаемые дамы и господа! Мы с вами на канале Печи Камины и я Александр. И сегодня у меня на обзоре печка, которая является новинкой от компании Везувий. Печка для бани, печка из чугуна и печка имеет очень интересное название Сандуны. В этом году компания Везувий выпустила новую печь, закрытой каменкой под названием Сандуны. Печка достаточно интересна, печка вариативна, печка позволяет создавать различные паровые режимы. Печка имеет достаточный модельный ряд, то есть здесь печки с большим стеклом, печки с маленьким стеклом, печки с закрытой глухой дверкой, печки в сетке, печки в кожухе. Те же Сандуны, но могут быть в кожухе. Сегодня у меня на обзоре печка-ковка с 240 стеклом, Сандуны 18. Что можно сказать? Печка мне понравилась. Печка модная, не слишком дорогая, но и не слишком дешевая. Если у человека есть претензии на статусность печи, то это печка для него. Если есть претензии на получение пара, получение хорошего, качественного пара, это печка для вас. Если есть претензии на большое смотровое стекло, то это тоже печка для вас. Но начнем, наверное, мы с ожиданий. То есть есть печки с внутренней каменкой на рынке, их достаточно много. В чугуне их не много, этих печей. И зачастую это были печки, у которых было чугунное основание, то есть агрегат выполненный из чугуна. А сама каменка, как правило, выполнялась либо из черновой стали, либо из нержавейки. Вот я ожидал нечто новое от компании Везувий. И, наверное, я это получил. Стали заморачиваться и, по сути дела, если так детально разбираться, то мы видим две печки. А именно один топливный агрегат и второй топливный агрегат. Один агрегат топливный нижний от уже известной печи «Легенда» 16-я. И сверху стоит еще один агрегат от 12-й «Легенды». То есть, по сути дела, это два агрегата, установленные друг на друга, герметично между собой скрученных через герметик и термоленту. Не все так просто в этой печи. Порадовала меня, меня порадовала сетка. Наконец-то сделали стильную такую сетку в форме бочки. Очень, очень интересно. Наконец-то закрыли решетку сверху. То есть, вот эту вот панельку закрыли. Сделали очень, на мой взгляд, достойную сетку для камня. Она смотрится, то есть, без вопросов. Особенно, когда она будет заполнена камнем, она прям мега-респектная сетка будет. Топливный канал. Ну, в данном варианте у меня печка со стеклом с 240-м. Опять же, кстати, новое стекло. Размеры мы сейчас его замеряем с вами. Посмотрим. Ширина стекла приблизительно 34-34,5 см. Высота видимой, опять же, части 29 см. Вот такое вот достаточно большое обзорное стекло. Зольный ящик на передней части. Все стандартно. Ручка также стандартная для всех печей Везувий. Для многих. На этой дверке отсутствует регулировка, так скажем, поддува. И которая осуществляет систему чистое стекло, так называемую. Ну, просто канал подачи только вот снизу. Здесь по-хорошему поставить ручку, как на 224-м стекле или на 205-м стекле у Везувий. Все было бы куда интереснее, но, возможно, вело бы к удорожанию печи. Но в данном случае имеем то, что имеем. Топка также стандартная для множества печей Везувий. Ну, мне, знаете, что порадовало? Мне порадовало то, как сделали вот в этой вот печке. То есть загнули вот этот проем, куда мы будем закладывать дрова. Топка осталась стандартной в глубину. Да, получается 40 сантиметров до конца где-то приблизительно 60. То есть 50 сантиметров дрова мы спокойно сможем сюда закладывать. Наверху, наверху, ну, хотелось бы видеть зуб-отбойник, но нет. Мы видим здесь отбойник вот такого вот формата из нержавейки. И из нержавейки он сделан по одной простой причине. Это не отбойник, это внутренняя каменка печи. Ну, вот таким вот образом у нас внутрянка печи выглядит. В принципе, особых изменений не произошло. То есть тот же топливный агрегат. Но мы имеем как раз-таки закрытую каменку. Есть воронка нашей каменки. Есть вот такой вот жоп, по которому будет идти. Вода, кстати, выполнена из нержавейки. И это тоже плюс нержавеечка. Это всегда хорошо в парилке. Такой вот фартук. Что хотелось бы видеть вот лично мне в этой печи. Хотелось бы, чтобы добавили сюда обратный клапан. Чтобы пар у нас не бил, сразу сюда не уходил. То есть вот обратный клапан сюда не мешало бы поставить. Было бы тогда поинтересней. Здесь сверху мы также видим дно нашей каменки. Вернее, верхушку ее из нержавейки. Кстати, нержавейка толщиной 4 миллиметра. Здесь на передней части печи есть вот такая вот дверка стерилизованная. С гравировкой везувий. Очень интересно, на мой взгляд. И вот эта дверка, это окно, так скажем, в нашу внутреннюю каменку. Сюда мы будем закладывать камни. Каменка достаточно глубокая. Глубокая и позволяет сюда заложить на скидку килограмм где-то, наверное, 30-40 камня. Более чем достаточно для внутренней каменки. Видим мы здесь то, что у нас идет желобок, по которому будет идти вода. И видим два отверстия в конце этого желоба. Их достаточно хорошо видно. Через них вода будет выходить на камни. Вот опять же к вопросу о доработках печи. Хотелось бы видеть побольше все-таки отверстий, потому что... Но, чтобы вода распределялась на камни как-то более, так скажем, равномерно на все камни, можно было сделать здесь две, два вот таких отвода, чтобы в разные стороны каменки вода направлялась. Но сделали как сделали. То есть это вот уже какие-то мои личные ожидания. Вот так. Хотел бы я, чтобы выглядело немножко по-другому, но выглядит так, как выглядит. Вот такой вот лючок, в который мы будем закладывать камни. Опять же, к вопросу о загрузках внутренних каменок. Какой камень сюда положить, как что использовать, чугуней. Ну, вот очень хорошо, что вот эту внутреннюю каменку сделали из нержавейки. Чтобы у нас никаких вредных выделений от черновой стали не было. То есть там жиропрокатная сталь или еще и там различные виды прокатной стали, которые используются. Обычно она ржавеет. Вы знаете, здесь не исключено, что эта сталь тоже будет ржаветь. Потому что я не думаю, что она какая-нибудь там аустинитная. Скорее всего, обычная ферритка использована. 439-я, но толстая. Дай бог, чтобы она очень долго ходила. Это к вопросу вот о внутренней каменке. То есть все это сделано вот таким образом. Но не меняет того, что камни здесь у нас будут нагреваться до очень высоких температур. Также в этом чугунном саркофаге и каменке из нержавейки очень хорошо, что пламя будет охватывать каменку полностью. И камни там очень хорошо будут нагреваться. Очень мне понравилось то, как сделали дно каменки. То есть у нас вот такие вот подставочки идут. Их три штучки. То есть каменка такая достаточно интересная, стильная сетка. Закреплена. То есть сама сетка не ерзает никуда. Очень жестко, плотно сидит. Конвекционные отверстия. То есть воздух у нас будет проходить снизу, выходить здесь через камни. Загрузка по камням достаточно большая. Она позволяет сделать хорошее большое тепловое ядро внутри парильного помещения. То есть каменка очень долго будет способна держать температуру. Сколько камня будет входить в нашу сетку? Ну, на скидку приблизительно килограмм 200. 200-250 по камню. Пока что каких-то данных информативных нет в этом направлении. Но я так глазом оцениваю, что килограмм 200, наверное, в эту каменку залезет. И еще где-то килограмм 40 во внутреннюю каменку. Что хотелось бы отметить. Вот по данной модельке, рассчитанной на парилки от 8 до 20 кубов. Хорошая альтернатива. Хорошая альтернатива к классным дорогим печам из чугуна, типа Гефеста. Ну, конечно, во многих параметрах до Гефеста печка это не дотягивает. Но свою нишу в печах с закрытой каменкой, я думаю, она должна занять. Потому как ценник у данных печей достаточно интересный. Ссылка на сайт будет прикреплена снизу. И там можно будет посмотреть всю ценовую политику, которая присуща данным печам. Ну что ж, вот такой у нас обзор получился сегодня. С вами был Александр. Понравилось видео? Палец вверх. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ждите новые видосики. Подписывайтесь на канал.